Мы начинаем историю реформации в Англии. Эта история резко отличается от той истории, которую мы до сих пор изучали, потому что эта история связана вот с этим человеком. Это Генрих Восьмой. Он, как синяя борода, имел шесть жен и каждый убивал. И он способствовал выходу Англии из католичества. Это был король, а в Англии было такое понятие, король, ну как бог, что воля короля, она исполняется беспрепятственно, без рассуждений. И это рассматривалось как религиозное даже такое понятие, воля короля. Ну и сейчас это король так вот поступает, а фактическим реформатором будет вот этот вот архиепископ, реформатор Англии, который будет при Марии Кровавой замучен. Но до него мы дойдем еще. Значит, мы начинаем драматическую историю пробуждения в Англии. И слушайте, я вам расскажу историю, которую никто не знает. Почему Генрих VIII вышел из католичества? Во всех книгах вы прочитаете, что он хотел получить развод, католическая церковь не давала развода, и поэтому он вышел из этого, из католичества. В других книгах написано, что он хотел иметь сына-наследника, у него не было сыновей, что поэтому он хотел получить развод. Ну, такие вот вещи. Больше вы ничего не прочитаете. А я вам расскажу, как вся история была. Значит, его отец был Генрих VII, такой же властный. А почему властный? Почему короли в Англии обладали такой огромнейшей властью, больше, чем король Франции, например. И помните, я вам упоминала, что даже был король Германии, Генрих IV, который должен был кланяться папе, стоять на снегу, умолять его прощения, унижаться. Это немыслимо было бы для короля Англии. А дело в том, что еще до Генриха VII и еще, в общем, три поколения королей в глухом Средневековье были сильнейшие феодалы. И один феодал взял красную розу и сказал, кто мои, со мной, соберитесь здесь. А противник его взял розу белую. А этот красный, я сказал, да? Значит, тот взял белую. Говорит, кто со мной, кто за меня. Это война алой и белой розы. Это война феодалов. Они как власть, земли, деньги, известное дело, феодальные войны. Территории. И началась страшнейшая, продолжительнейшая война алой и белой розы, в итоге которой все активные, такие вот харизматические лидеры, феодалы были убиты. Поэтому необычайно возвысилась королевская власть. Понятно, да? Оппозиции не было королевской. А? Оппозиции не было. Не было ни оппозиции. Вся оппозиция друг друга съела. Перебили друг друга. И вот этот Генрих VII, будучи властным королем, он заботился о том, чтобы своих сыновей женить выгодно. Политические соображения. Ну, вы знаете, браки королей, царей, монархов, они совершаются в интересах страны. И у него был сын Артур старший, и младший был Генрих будущий. Генриху было 10 лет тогда. Артур был уже в возрасте, когда можно жениться. И намечена ему невеста была в Испании. Испания была поднимающаяся держава огромной силы. В это время там правила Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский, которые поженились, объединили свои земли и начали реконкисту, отвоевание у мавров этой Испании. И королева была воинственная не меньше мужа в седле, участие в войнах. И чуть не где-то не во время какого-то похода она родила дочку Катарину. Значит, вот эта девочка выросла. Я напоминаю вам, это та самая Изабелла Кастильская, которая благоволила Колумбу, отправила эту экспедицию. Открытие Америки было в 1492 году. Так что примерно хронология такая. Ну, значит, девочка родилась, возрастала. И когда ей 17 лет исполнилось, к ней посватывался король Генрих, прося её руки, для своего сына Артура. Королева согласилась, потому что Англия тоже была выгодная партия. А Испания, значит, объединённая Испания, приходит в состояние мощи, богатства. Очень такая выгодная партия. Значит, девушку привезли в Лондон и Артур. Значит, познакомились они, и назначено было бракоскопитание. И тут случилась такая вещь. Я читала все эти сведения в исторических романах. Исторические романы английские, в отличие от русских, они очень достоверны. Там половину книги занимают источники, библиографии. На основании чего написано всё. Вот. И произошла такая вещь. Артур умер в день свадьбы. Он был болезненный юноша. Еле душа в теле. Вот. И он умер. Причём вопрос-то в чём был? Не в том, что он умер. А была она его женой, стала она его женой или нет? Потому что она утверждала, что у них брак не состоялся. И это был её такой аргумент. Ну, поскольку это такое дело сугубо личное, никто не мог утверждать это основательно и окончательно. Но, тем не менее, вот она утверждала так. И король придержал её у себя, не возвращая родителям, а ожидая, пока подрастёт следующий. Маленькому этому Генриху ему ужасно понравилась Катарина. 18-летний цветок, персик. Румяная, живая, очаровательная, обаятельная красавица. И он, значит, просто глаз не мог с неё свести. И, значит, говорит, я женюсь на тебе. Он тоже, отец его решил, конечно, но он был очень согласен. И действительно, когда ему там где-то 15-16 лет исполнилось, он женился на этой красавице Катарине. И всё было прекрасно. Но она ему родила девочку, дочку. Ну, и есть ещё надежды. Поэтому любовь продолжалась. Но больше у неё не было, значит, детей. Там были какие-то выкидыши, неудачные, родные. В общем, одна только девочка. Назвали девочку Мария. А при её дворе появилась необыкновеннейшая совершенно фрейлина. Это была француженка. Француженка среди англичан – это, я не знаю, как сравнить, француженка среди англичан. Какой топорный? То есть, понимаете, изысканная, остроумная. Все эти английские леди выглядели топорно и неграциозно, и тупо вообще по сравнению с ней. Она была остроумна, подмечала всякие недостатки. К тому же, они все были католикой, она была протестантка. И она приехала с кормилицей, протестанткой, которая берегла её, как вот птица птенцов бережёт. На дне всё время прикрывала её крыльями. И она произвела огромное впечатление на короля. Тем более, что жена уже как-то старовато становилась. Восемь лет разницы, тем более, значит, детей нету, сына нету. Ну и начал он ухаживать за этой Анной Болейн, её звали. Анна Болейн. Начал он за ней ухаживать, но протестантка твердейшим образом ему категорически отказала. Или она будет королевой, или он никогда её не получит. И знаете, что шесть лет продолжалось всё его ухаживание. Это слово такое даже английское я выучила в связи с этим. Вуинг. Ву-у-у-у. Такой вот, как бы, вой такой вот страстный. Он, значит, с охоты заезжал со свитой в её дворец. Он устраивал для неё поездки на баржах, украшенных цветами по темзе. Он устраивал для неё балы кататься. Но она от своего слова не отступала. Любовницей его она не будет. Фавориткой его она не станет. Категорически. Он тогда стал просить о разводе эту катаину. Катерина – католичка. Она сказала, не в жизни. Немножко исполнила. И вот две женщины намертво встали в своей позиции. Значит, охладевший к жене Генри, охваченный любовью к этой Ане Болейн, он её отселил от себя в пригородный дворец. Через некоторое время в загородный дворец. Через некоторое время в отдалённый дворец. И в конце отселила её так далеко, что там в морозные зимы даже дров не было. Скорее на тюрьму походила, чем на дворец. Ни прислуги никакой там не было. Она везде с собой брала свою дочку. Из которой впоследствии вырастет та, которую будет называть весь народ. Мария Кровавая. Стива. Нет? Стива. Кровавая. Да. То есть, понимаете ли как? Вы все понимаете, почему так произошло. Она ненавиила протестантов. Она будет потом их уничтожать, сжечь на кострах. Вот даже этого Кранмера, который будет реформатором, она тоже сожжёт. Вот. То есть, и Катарина уже и больная, и горестная, и разочарованная. Она твердейше стояла на своём. Тогда стал интересоваться возможностями развода. Значит, к папе обратился. Генрих. Но ситуацию поймите. Во-первых, в католике брак. Святость брака. Развода нет. Это одна сторона. А второе. У Катарины был могущественный родственник. Его звали император Карл V. Это её родственник. Это она его тётя. Он её племянник. И папа не хотел с императором портить отношения из-за всего этого бракоразводного процесса и навлекать на себя гнев императора. Вы чувствуете, какая ситуация сложилась? Никуда деваться нельзя. Тогда Генрих воспользовался ситуацией, что он женился как бы на вдове своего брата. Почему здесь теперь вопрос всплывает, была она женой или не была? Потому что Генрих говорит, я согрешил, мне покоя не даёт моя совесть. День и ночь я страдаю от своей совести, что я женился на жене своего брата. И, знаете, я как-то не очень понимаю вообще всё это дело, потому что даже написано в Ветхом Завете восстановить имя брата. Возможно, это восстановление не относилось и к королям. Королю надо было своё имя давать, а не имя кого-то другого. Во всяком случае, вот этот вот, и его увещевали, его совесть, что его совесть может быть спокойна, что, значит, он правильно живёт, этот брак правильный с точки зрения Библии. Он говорит, нет, меня совесть мучает. И, в общем, представляете, кардиналы приезжали, к папе послания шли, опять сколько-то времени прошло. Ну и, в общем, нет, нет. Он вышел из католичества, вышел из католической церкви. И обратился к церкви в Англии и к университетам Англии. И, в общем, там где-то, по-моему, даже университет как-то его развели и поженили. В общем, этот кранер сочетовал его с Анной Болеиной. Анна Болеин имела один звёздный час, один день имела свой звёздный час, день коронации. Всё в огнях, все кланяются. Она такая красивая. А потом случилось и то, что описано в Библии. Вы помните, как безумно, ужасно, страстно любил свою сестру Фомарь? И как он её возненавидел. Вот это произошло с Генрихом. Что он для неё государство всё своё бросил в неизвестность. А она, в конце концов, женщина как женщина. Понимаете? Чего ради? Она будет королевой и над протестантами, и над католиками. Но сама она будет склоняться. Мать её протестантка, да. И вот понимаете ли, что? Вся история от этого зависела. Что Елизавета будет гонима своей сестрой. И не будет признаваться брак легитимным, потому что это непонятно какой брак. Это сводная сестра. Это сводная сестра, да. Ну вот, в общем, вот такая вот история. И он стал потом, когда он понял, потом опять будут выкидыши, какие-то несчастные случаи. Что якобы там король на охоте что-то упал. Ей известие принесли, а не болеет. Она ахнула, крикнула. Значит, мёртвый мальчик у неё. Мальчик был. Он мёртвый. Вот такая вот ситуация. И он тогда стал искать от неё избавиться. И по вымышленному доносу за неверность какого-то несчастного юношу. Там страшно пытали, ему обручем сжимали, мозги прям выскакивали. Чтобы он сознался, что он с ней в любовной связи. Он там что угодно подпишет. И вот по ложному обвинению её поместили в башню Тауэр. И ей отрубили голову. Этой прекрасной Ане Болейн. Окормилица поднесла, это трёхлетняя была Елизавета, которая видела свою мать в последний раз в башню Тауэра. Там махала ей рукой. Вот и кончился этот его брак. И он не сможет остановиться. Он потом опять женится. И опять у него шесть жен будет. Ему родит сын, и только последняя жена, которая Джен Сеймур, которая умрёт в родах. И останется мальчик этот Эдуард, о котором мы говорили в связи с Джоном Нуксом. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Значит так, сочинение Лютера «Вавилонский плен», где говорится о том, как злоупотребляется присуществление, да, в 1521 году. Генрих VIII горячо выступил против него в защиту, называется его выступление, в защиту семи таинств. Он защитил все таинства. За это его прозвали защитником веры. Интересно, что именно он потом выйдет из католичества, из этой церкви. Ну вот. То есть у него было такое прозвище – защитник веры. Он публично сжег книги Лютера. Но, как мы знаем, идею нельзя убить. Затем то же самое. Когда он разорвал с Римом, это 1534 год, это акт о превосходстве, где, разорвав с Римом, король объявил себя верховным главой англиканской церкви. Верховный глава англиканской церкви – не папа, а сам король. Это 1534 год. Это вот тот год, когда он женился, после этого женится. И разрыв с Римом произошел. Томас Мор в то время жил. Мор, вам известно это имя? Великого утописта, который мечтал, чтобы все люди были богатые, чтобы не было нищих. Он целый ряд таких социальных проектов предлагал. Имя неизвестно Томаса Мора, нет? Он возразил, он был очень авторитетный человек, ученый, но он поднял свой голос против наследников Анны Болейн, что Анна Болейн, она не была законной его супругой. Это был сделанный брак. Их там венчали чуть ли не ученые университета. И он сказал, что наследники Анны Болейн не должны входить в престол и наследие. И он выступил также против короля, как главы церкви. Что король не может быть главой церкви. Главой церкви должен быть архиепископ или духовное лицо. Но вот Мор был за это казнен. Затем, в 1936 год, это тоже дело было Генриха, закрытие части монастырей и укрепление среднего класса, нового дворянства. Оно поддерживало церковное преобразование короля. Король поощрял тех, кто поддерживал его преобразование. Это средний класс поддерживал. Не знать. В 1936 году он закрыл часть монастырей. В этом же году, в 1936 году, была казнь Анны Болейн. То есть, вот 6 лет, с 1927 по 1933, он пытался ухаживать за ней. Вуинг. А в 1936, 3 года, значит, она была его женой. В 1936 он ее казнил. И образовалась, значит, церковь англиканская. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok